Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Эфир 24, меня зовут Денис Валеев и это Казанская Афиша. Программа о наиболее ярких и интересных событиях, которые произойдут в нашем городе. Рассказывать о Владимире Винокуре можно бесконечно. Это легенда, это смех сквозь десятилетия. Он известен и как эстрадный юморист Балагур, и как комедийный актер. Папа твой козел. А почему он ей утюг не исправил? Шо, отвертка не работает? В нашей стране сменилось несколько правительств, а он все смешит народ. Какой вывод? Очень простой. Любимого юмориста народ России выбирает в результате прямых демократических выборов. Моторама. Русская рок-группа с совершенно иностранным звучанием скоро прибудет в Казань. Благодаря этой группе у поколения хипстеров появилась своя официальная музыка. Какой ценой эти ребята смогли пронести свою нежность брит-попа и постпанка через суровые тернии ростовских улиц, я не знаю. Но результат налицо. Они поют только на английском. Наверное, это помогает, когда хочешь выдать себя за иностранную группу или завоевать заморские чарты. На каком языке они бы не пели, их музыка забирается прямо в сердце, звенит там хрустальными колокольчиками, настраивает на лирический лад. Особенно я рекомендую ее тем, кто хочет пригласить девушку на первое свидание и дать понять, что испытывает к ней настоящие чувства. Волга-Волга. Казанские ребята, известные своими залихватскими бесшабашными песнями на всю Россию, скоро дадут очередной концерт столице нашей Родины. То есть в Казани. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Иди домой! Встречать рассвет, слышать, как проснешься не со мной. Я с тобой! Мне стало так легко дышать в открытое окно. И повторять. Иди домой! Я иди домой! Пьянящее веселье этой музыкальной группировки по душе нашему народу. В какой бы день недели они не выступали, этот день точно станет для вас выходным. Им всегда можно подпевать. А если повезет, можно и на сцену выйти. Они учат снимать любые самоограничения. Это особенно ценно в наше непростое время, когда человек человеку не человек, а продюсер, провайдер, дилер и дистрибьютор. Будьте проще, и люди к вам потянутся. Для людей старшего поколения, алоэ вера – это очень полезное домашнее растение от разных болезней. Для тех, кто помоложе, это группа с очаровательной солисткой с незабываемым голосом. Они такие современные, что даже не называют себя группой. Алоэ вера – это проект. Доктор Доктор Сердце вздулось, как паруса в мечтаниях о порте. Доктор Ему вздумалось повеситься на собственной аорте. Глупое, нелепое Ему не мется на берегах, не нежится, бьется и запропойится. От себя я хотел бы добавить открытое заявление. Уважаемая Земфира Апа, на ваших песнях выросли детишки, которые хотят сказать свое слово в российском роке. Вы молодец, но теперь будьте осторожны. Алоэ вера уже наступает вам на пятки. Как быстро летит время. И вот уже мумий тролль – корифеи, монстры отечественного рока. Эти монстры собрались и в наш город. Приедут они не с пустыми руками. Они привезут свой новый альбом, посвященный их родному городу – Владивостоку. Наверное, ты убийца. Я клею всюду объявления. Останови мгновения. Мой бомбаради, он активная. От нового альбома ветеранов рока мы ожидали многого. Но на выходе получили сборник песен, греющих душу тем, кто уже гулял по дальневосточной столице России. Кто в ней вырос. Конечно, это дань ребят родному городу и дареному коню в зубы не смотрят. Но песни «Малек» и, как бы провокационные «Сосматросу» заставляют задуматься. А где лежит диск со старыми хитами мумиков? Сейчас модно говорить об эмансипации, равенстве полов. Женщины забирают у мужчин первенство практически везде. Но если говорить о старой доброй советской эстраде, мы видим, что ее царица Алла Пугачева давно сошла с трона. А вот ее однокашник, сверстник Валерий Леонтьев никуда со сцены уходить не собирается. Он пережил Майкла Джексона и до сих пор выступает. Его концерт уже не просто шоу, а служение в храме искусств. Вне сцены мы Леонтьева уже не представляем. Его выступление – это пример для всех нас, как если следить за своим питанием, вести здоровый образ жизни, можно вечно жить на эстраде и срывать аплодисменты. Вот какая легенда скоро выступит в нашем городе. Это была афиша самых интересных и значимых событий Казани, которые нельзя пропустить. Смотрите нас каждый день на канале Эфир 24. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!